Виновники аварии, в которой два года назад погиб 15-летний подросток, до сих пор не наказаны. Семья из Сарани все это время обивает пороги правоохранительных и надзорных органов в надежде добиться справедливости. Вина зачинщика ДТП, который, к слову, является военным, доказана. Однако уголовное дело не сдвинулось с мертвой точки. Кому закон не писан, узнавала Амина Смакова. На этом самом месте на трассе Саранской два года назад произошло ДТП, в котором Надежда Остапенко потеряла сына и сама получила травмы тяжелой степени. С момента аварии прошло уже два года, однако виновные этой страшной трагедии так и не наказаны. Надежда Остапенко – мать погибшего Саши. На могиле сына бывает редко, тяжело вспоминать тот день. Трагедия произошла 1 октября 2011 года. Вечером мать и сын возвращались из Тимиртау, сели в такси на ДСК. Возле Саранской шахты таксист врезался в автомобиль военных. Транспорт стоял на дороге без аварийного сигнала. Свою вину водитель военной машины признал, но наказание не понес. Необходимо было произвести еще ряд следственных действий. Это дополнительный следственный эксперимент должны были произвести. Но его произвели спустя, скажем, 8 месяцев. Это аж в мае 2013 года, в начале мая. Естественно, это неправильно. Мать погибшего подростка до сих пор не может оправиться от пережитого шока. К слову, она и сама пострадала в этой аварии. Многочисленные переломы, сотрясение мозга. Все это есть в медицинском заключении. В прокуратуре города Сарань, куда обратилась женщина, на это внимание не обратили. Я зашла к нашему прокурору Ахмеджанову в городе Сарань. Когда я зашла, я говорю, я по аварии воинской. Так это же давно было. Он так удивился, как я до сих пор бьюсь, как я не заткнулась, как я хочу добиться правосудия. Почему следственный эксперимент провели лишь спустя 9 месяцев, пострадавшей и ее правозащитнику до сих пор непонятно. Тем не менее, дело по факту ДТП все-таки возбудили, пояснили в надзорном органе Сарань. В настоящее время, значит, по результатам проведенных экспертиз и следственного эксперимента, было установлено, что виновником ДТП, значит, является военнослужащий. Поскольку по данной категории делам производство производится военно-следственным управлением, мы данное дело передали в главную военную прокуратуру для определения последствий. У Надежды Остапенко еще трое детей. Трагедия изменила судьбу всех. Старшему сыну учебу пришлось бросить, чтобы ухаживать за еще не оправившись от горя и травм матери. Сейчас в семье Остапенко важно, чтобы виновник ДТП понес наказание. Те, кто занимаются этим беспределом, посмотрели мои глаза не так по телевизору, просто мои глаза. Чтобы они боялись Бога, когда делают беспредел, думали о своих детях, о своих семьях, когда чиняют это. Амин Смакова, Жислан Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова